И это бы уже... Еще раз смотрим. Руки, которые могут вас бить, они пропускаются. Но вставать вот в такую стойку, как он встал, это значит играть по его правилам. Он уже будет ко мне более внимателен и так далее. Когда человек подходит к вам и начинает что-то от вас требовать, начинает на вас, грубо говоря, на жаргоне наезжать, то вы не должны на это сильно обращать внимание. Если вы примете его условия игры, вы всегда будете проигрывать. Так как мы говорим о неподготовленных людях, те, которые начинают только смотреть наш канал и, возможно, ничем не занимаются, то поэтому ваша задача это сделать предупреждающее движение руками, ногами и дальше уже уходить. Удары опасны какие? Первый удар. Смотрите. Первый удар идет прямой. Второй удар может быть боковой. Первый удар прямой. Второй боковой. И вот туда, куда попадают боксеры, это челюсть, это висок. И это если он такой более-менее подготовленный, то он не будет бить кулаком в ваши кости. Он будет наносить удар, вот видите, внутренней стороной своего предплечья, вот сюда, в район уха. Вот так. Это дает сразу же нокдаун, и человек будет падать. Но не надейтесь никогда на один удар, да, я раз показал, он как-то среагировал. Или я что-то бросил, да, там ему в лицо, он как-то среагировал. И дальше, смотрите, я по затылку мимо себя и ухожу. Еще раз, на прямых ногах на улице не стоим, потому что даже вот не будет агрессора какого-то. А вот на этом асфальте будет маленькая лужица, которая тут же вот, сейчас у нас там минус 5-7 градусов, тут же займется корочкой льда. Если я буду стоять на прямых ногах, попытаюсь что-то сделать, центр масс уйдет у меня, я грохнусь, и этого уже достаточно для него, чтобы меня просто забить. Еще зимой, когда ваше лицо замерзает, когда ваши руки замерзают, при ударах сжатым кулаком по лицу будут так называемые сечки. То есть на самом лице будет сразу же разрываться и течь кровь, сами кулаки будут, так сказать, получать очень большие травмы. Поэтому желательно наносить, вот руки у вас прямые, да, вот этот удар, который вот наносится вот так в район лица. И этого уже достаточно. Удары и защиты на улицах регулировать очень сложно. То есть вы можете получить при ударе своей конечностью сам травму, и можете нанести травму, которую не хотели наносить. И тут же поступят юридические последствия. Если вы посмотрите в ютуб, очень много роликов, где показано, как человека добивают. Прямо там ногами, руками, месяц, и еще и не один человек. Этого делать ни в коем случае нельзя. Но там, скорее всего, побудительным мотивом служит алкоголь. У того, кто видит, что противник повержен, дальше планка падает, и они уже бьют его по лицу, ногами. То есть это нанесение, как минимум, средней степени тяжести повреждений. Это, как минимум, уже несколько лет тюрьмы. Поэтому, если вы хотите прийти домой, а самозащита это что? Это прекращение агрессии. Это не кто из нас здоровее, кто из нас быстрее, кто из нас моложе. Найдется всегда тот, кто моложе вас, кто быстрее вас, кто сильнее вас, кто подготовлен лучше. Но вы должны на улице, и занимаясь самозащитой, вносить свою лепту вот в эту игру. Если вы подпустили уже человека, то вы должны им управлять. Это уже не драка и не сила на силу. Что нам говорит физика, да? То есть сила действия равна противодействию. На улице этого не должно быть. И силы у вас, как правило, не будет, так как нападения обычно неожиданные. Неожиданные. Если вы идете и слышите сзади себя тяжелое дыхание и шаги, то вы не должны идти так же спокойно. Вы должны шагнуть и развернуться, и посмотреть, что там. Кто там вас так догоняет. Ничего в этом унизительного и трусливого нет. Человек, если он ничего не хотел, просто пройдет мимо, возможно удивиться, что вы так резко развернулись. Но если это была предварительная подготовка к нападению, вы себя обезопасите. Нельзя долго разговаривать. В мозге речевой центр и центр слуха расположены очень близко. И поэтому, когда у меня речь здесь идет, и я еще слушаю, то как минимум я не слышу и не владею обстановкой, что творится у меня за спиной. Глаза у меня на затылке отсутствуют, поэтому здесь только слух и интуиция. И если я иду и хохочу, и разговариваю минуту, две, три, то я уже себя ставлю, жертвой себя представляю на улице. Во-первых, гаджет он хочет отобрать, а во-вторых, полазить по моим карманам. Раз у меня есть гаджет, значит есть и деньги. А может быть ему понравилась моя куртка. Все может быть. Поэтому задача на улице не подпускать. Это дистанция. Когда к вам просто подходят и что-то пытаются спрашивать, вот уже это дистанция удара. Вы можете слегка отойти и отойти не фронтально, а слегка вбок и разговаривать с ним. Этим самым я уже разорвал дистанцию. Да, смотрите, я уже разорвал дистанцию. И если что-то будет наноситься, моя нога, она уже будет готова. Когда на улице на вас нападали, там были, у нас очень холодный климат, были полушубки, были шубы и так далее. Но сейчас это не носят. Сейчас есть куртки. Но вот когда вам бьют боковой удар, смотрите, я тут же прикрываюсь. Вот боковой удар бьется, я тут прикрылся и иду в ноги. Вот этого достаточно, чтобы уже или удар прошел мимо, или я его смикшировал. А дальше я буду уже готов. Поэтому одежда должна вам помогать. Не только в том, что она вам удобна, я могу присаживаться там, отскакивать, быстро бежать и так далее. Обувь должна быть такая, чтобы я не скользил, мы об этом уже говорили. Но вы можете защищаться своей одеждой. Допустим, если я вижу, что за мной бежит человек, я могу скинуть в беге свою одежду и здесь уже наносить вот такие удары. Они не нанесут ему никакого вреда, но они отвлекут его внимание. Он будет уже реагировать на эту куртку, а не на меня. Естественно, если вы, грубо говоря, не дорожите своей курткой, и дальше вы ее не будете отбирать. Когда вас бьют, ваши руки находятся в так называемой вот этой рамочке. Не сжаты в кулаки, а вы пропускаете, вы даете проходить силе мимо себя и работать еще ногами. Раз, два, смотрите, я вот отработал здесь. Теперь я здесь пересогласовываю и бью его в икру. Он тут же садится. Потому что зимой у вас не летние ботинки, а, как правило, хорошая подошва, прошитая и так далее. Поэтому это тяжелый удар. И не стоять, не ждать, а уходить с вот этой линии. И здесь я его прикрываю. Смотрите, вот у вас удар. Приподниматься и бить не надо. Нужно еще на выдохе в развороте и уйти. Если я хочу отключить одну руку, или, допустим, если я попаду вот в этой ситуации, вот сюда по затылку. Мы говорили, что удар должен наноситься так, как будто черепная коробка отрывается. Ни в коем случае не бить ногами в лицо. Ни в коем случае не бить в грудь и в спину ногами. Это закончится для вас плачевно. Еще раз напоминаю. Лицо – это руки. Это руки. Это кулаки. Это болевые на пальцы. И ноги. Я раз туда. Нога моя длиннее. И дальше ухожу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова и этого уже достаточно, ну извини, этого уже достаточно, покажи ухо, а давай найдем ну извини, еще раз говорю